До зимних праздников остаются считанные дни. Жители нашего города уже погрузились в праздничные хлопоты. И в преддверии Нового года все, даже самые упрямые скептики, заглядывают в гороскопы. Как и каждый год, согласно восточному календарю, 2015-й тоже имеет свой символ – козу. Чтобы лучше разобраться в том, чего ждать от ближайших 12 месяцев, мы решили познакомиться с хозяйкой нового 2015-го года. У нас в зоопарке содержится два вида коз. Это домашняя коза, и в данном случае на руках у меня подросток, скажем так, камерунской козы. Эти животные у нас содержатся постоянно, они у нас хорошо размножаются. Это стадные животные, причем травоядные. В Африке, где они обитают в диком виде, они обитают довольно большими стадами. Видите, разговорчик, общительное, довольно свободолюбивое, своенравное животное. Но к человеку относятся очень хорошо. Гродненский зоопарк ежегодно готовит новогоднюю программу, праздничные экскурсии и мероприятия для малышей. Здесь можно найти живой символ практически каждого года. В 2013-м это был питон. В завершающемся 2014-м – лошадь. Я думаю, что этот год будет интересным, потому что видите, животное, которое заявляет о себе очень громко и говорит о том, что приходите на меня, посмотрите, и я вам принесу очень много интересного. Судя по этой чудесной и очень общительной козочке, грядущий год принесет всем много радостных эмоций, интересных открытий и новых друзей. Наталья Иванченко, Максим Базилинко, Новости, Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин